МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Военные США готовят флот к встрече с атомными пулеметными снарядами. Почему советские разработки так пугают американских военных? Вы представьте, бетонное укрепление, такая пуля попадает, и от этого укрепления ничего нет. Уж замуж не втерпешь. Самые жуткие свадебные ритуалы планеты. На какие испытания обрекают молодоженов? На что они готовы ради любви? Это будет способствовать бурной брачной ночи. Выжившие. Ученые доказали, что в катастрофах выживает лишь один из ста человек. Что такое аномальное везение, и как этим людям удается обманывать смерть? Думаю, мое падение отчасти замедлил очень сильный ветер. Я летела вниз как бы по спирали, а потом мое кресло упало туда, где было больше всего деревьев, и они спружинили. Кровавая бойня в деревне Сангми. Исследователи считают, что в армии США солдат превращали в садистов. Что на самом деле произошло во вьетнамской деревне? И почему убийцы 500 человек остались безнаказанными? Бравые американские парни убивали и насиловали женщин, детей, стариков. Как вы объясните это? Я не знаю. Почему люди не летают? Исследователи утверждают, что левитировать может каждый. Где этому учат? И что говорят те, кто уже налетал несколько часов? До сих пор вот в тибетских монастырях высокогорных есть монахи, которые практикуют такие левитационные приемы. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. Американские оружейники проверили устойчивость корабля «Джексон» к ударной волне и осколочному поражению. Моряки взорвали противокорабельный снаряд прямо у борта нового судна, всего в 100 метрах от палубы. По словам специалистов, все подробности испытаний хранятся под грифом «Секретно». Однако аналитики считают, что подобные эксперименты доказывают главное – США готовятся к войне. Но от какого оружия специалисты хотят защитить американский флот? Кого в Пентагоне считают главным противником в предполагаемом военном конфликте? 24 июля 1965 года из Ханое, столицы Вьетнама, вылетели четыре американских самолета «Фантом». ВВС США были уверены – их бомбардировщики идут на высоте, недосягаемой для зениток. Но первые же залпы советского ПВО сбили три самолета из четырех. Однако до сих пор нет достоверной информации, каким образом советским военным удалось сбить не только сами бомбардировщики, но и подоспевшие к ним на помощь штурмовики. По одной из версий, ракетчики могли использовать атомные боеприпасы сверхмалого калибра. Такие в СССР разработали еще в начале 60-х. Их испытывали на Семипалатинском полигоне, на территории современного Казахстана. Возможно, именно модернизированные версии этих снарядов и опасаются ВМС США. Как говорят специалисты, советским инженерам удалось создать ядерные патроны для зенитных установок и пулеметов калибра 14,5 и 12,7 мм. Это очень сложная процедура. Выстрел из такого ружья был... Его там готовить надо было сутки, наверное. Там стволы перегревались и так далее. То есть стрелок имел возможность получить очень большую дозу облучения. Атомные пули снаряжались трансурановым элементом под названием Калифорний. Всего 2 грамма этого вещества, смешанных в один шарик, приводят к ядерному взрыву мощностью в 700 килограммов тротила. Этого хватит, чтобы расплавить танк, разорвать ударной волной самолет, снести до основания высотный дом. Вы представьте, как бы вот бетонное укрепление, такая пуля попадает, и от этого укрепления ничего нет. Главный недостаток атомной пули – неконтролируемое выделение тепла. Поэтому все ядерные патроны хранились в специальном холодильнике при температуре минус 15 градусов. От момента приведения в боеготовность до выстрела у ракетчика было всего полчаса. В противном случае боеприпас мог сдетонировать прямо в стволе. Раз хранение – значит транспортировка. Раз это подразумевается, что это должно быть использовано на поле боя, ну, прекрасно, значит, туда это надо доставить. Это нужно достать, там специальный холодильник должен был для таких пуль быть. Нужно это вынуть, нужно это, значит, применить. А при этом применить-то в определенный момент. Вот время-то небольшое для применения. Второй недостаток атомных пуль – ограниченный срок хранения. Всего 6 лет. Третья причина, по которой военные отказались от атомных боеприпасов – металл Калифорнии чрезвычайно дорог. Поэтому незадолго до своей смерти генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев свернул эту программу. Усилилось оборонное могущество страны. Но, кажется, в США не верят, что у России больше нет атомных патронов. По мнению западных аналитиков, в случае новой войны такие боеприпасы, несомненно, появятся на вооружении российской армии. Английский жених Саймон Торнелл назвал русскую свадьбу испытанием на прочность. По словам заморского принца, он с трудом смог пережить традиционные конкурсы и по-настоящему испугался, когда во время застолья у него похитили невесту. Однако, по словам экспертов, наши свадебные традиции – одни из самых гуманных в мире. Каким испытанием подвергают влюбленных в разных концах света? Почему андалузские женихи сторонятся девушек из больших семей? И как мавританские невесты начинают готовиться к свадьбе еще в детском саду? Вот так проходит мавританская свадьба. В этой стране девочек к замужеству готовят с 8-9 лет. Здесь особенно ценятся женщины в теле, поэтому будущую невесту специально откармливают калорийными продуктами – молоком, кускусом и маслом. После помолвки рацион девушки становится еще калорийнее, а порции – больше. Я слышал о традиции «леблюх». Дословно, перевод этого слова я не знаю, к сожалению, но оно подразумевает тем, что девочек с младшего возраста, готовя их к тому, чтобы они стали желанными невестами в будущем, просто откармливали. Откармливали через «не могу». В африканском племени Сурма девочек тоже подвергают испытаниям. Будущей невесте еще в детстве разрезают нижнюю губу и вставляют в отверстие глиняный диск. Считается, чем он больше, тем привлекательнее девушка. Когда мы становимся взрослыми, тебе просто делают так, и все. Я не знаю, откуда взялась эта традиция. Так делали наши предки. Если кожа хорошо растягивается и диск становится слишком большим, девушки просто выбивают передние зубы, чтобы украшение лучше держалось. А вот так выглядит традиционная свадьба в Японии. Правда, современная невеста отказалась от одного из ритуалов прошлого – обряда «Ахагуро» – чернение зубов. В знак своей вечной преданности супругу в эпоху Эдо женщины красили зубы ядовитой черной краской. Считалось, так они навсегда отказываются от мужского внимания. В 1870 году правительство Мейди запретило практику «Ахагуру». Но некоторые гейши продолжают чернить зубы, как дань традиции. Конечно, состав краски совершенно безвредный и держится всего несколько часов. Свадьбы с предметами или животными практикуют и в Индии. Здесь девочек считают проклятыми с рождения. Якобы первый муж любой женщины рано умрет. Поэтому прежде чем вступить в брак с человеком, девушку выдают замуж за собаку, свинью или даже дерево. Девушки из народа Неваро тоже выходят замуж за деревья. Правда, здесь этот ритуал – единственный способ спасти будущую жену от самосожжения. Дело в том, что по местным традициям, в случае смерти первого супруга, жена обязана последовать за ним в загробный мир. Единственная дорога туда – костер. Сейчас в Индии идет борьба с этим обычаем, но вот с деревом – точно такой же, собственно говоря, пример отваживающей магии. Как бы судьба пройдет мимо. В Корее молодая пара считается женатой только после того, как жениха побьют палками по пяткам. В прошлом это было достаточно жестоким испытанием. Сегодня большинство мужчин воспринимают ритуал как шутку. При этом удар по пятке совершается либо палкой, либо сушеной рыбой. Считается, что это будет способствовать бурной брачной ночи. В индонезийском племени Ментвай у настоящей невесты должна быть так называемая акулья-улыбка. Этот предсвадебный обычай призван показать, что девушка готова к любым трудностям семейной жизни. А еще по акульей улыбке можно безошибочно отличить замужнюю даму от незамужней. Еще два века назад в Андалусии жених перед свадьбой доказывал свои чувства, прыгая со скалы в море. Причем высоту трамплина определяли родственники невесты. Теперь новобрачные предпочитают делать это вместе и сразу после церемонии. Далее в программе. Выжившие. Ученые доказали, что в катастрофах выживает лишь один из ста человек. Что такое аномальное везение и как этим людям удается обманывать смерть? Думаю, мое падение отчасти замедлил очень сильный ветер. Я летела вниз как бы по спирали, а потом мое кресло упало туда, где было больше всего деревьев, и они спружинили. Королева змей. Вся правда об анакондах. Может ли рептилия загипнотизировать жертву? И как спастись от гигантской убийцы? Она распахивает верхнюю челюсть и натягивает пасть на жертву. Постепенно вся жертва заглатывается целиком. Кровавая бойня в деревне Сангми. Исследователи считают, что в армии США солдат превращали в садистов. Что на самом деле произошло во вьетнамской деревне? И почему убийцы 500 человек остались безнаказанными? Бравые американские парни убивали и насиловали женщин, детей, стариков. Как вы объясните это? Я не знаю. Почему люди не летают? Исследователи утверждают, что левитировать может каждый. Где этому учат? И что говорят те, кто уже налетал несколько часов? До сих пор в тибетских монастырях высокогорных есть монахи, которые практикуют такие левитационные приемы. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. Исследователи утверждают, что в армии США готовят жестоких убийц. По словам конспирологов, в рассекреченных архивах ЦРУ содержатся документы, рассказывающие об экспериментальных программах военной подготовки, превращающих людей в безжалостных садистов. Более того, эксперты предполагают, что бойцы, участвовавшие в проекте, совершили знаменитое преступление в Сангми. В 68-м году американские солдаты уничтожили более 500 мирных жителей. Что же произошло во вьетнамской деревне? Чему на самом деле обучают в армии США? И как объясняют свои поступки те, кто участвовал в этой бойне? Конспирологи утверждают, война во Вьетнаме стала полигоном для испытаний новых программ подготовки американской армии. Но что это были за программы? Эксперты считают, резня в Сангми – это вышедший из-под контроля проект по созданию суперсолдат. Жестоких убийц, беспрекословно подчиняющихся приказам, способных без малейшего сожаления пытать и убивать беременных. Женщин, стариков и детей. Вот так комментировали свои действия в Сангми сами участники расправы. Это то, что солдат должен делать – выполнять приказы. Мы просто выполняли приказ. Но неужели 18-летним новобранцам действительно отдали приказ пытать и насиловать детей? Бравые американские парни убивали и насиловали женщин, детей, стариков. Как вы объясните это? Я не знаю. Все убийцы были из роты Чарли. Она практически полностью состояла из новобранцев, только что прибывших во Вьетнам из учебной части. Профессиональных солдат среди них практически не было. Но к чему их готовили на самом деле? Вот чему учат в армии США сегодня. Держи голову руками и сжимай. Сжимай сильнее, пока она не треснет. Якобы вот так выглядит пособие по выживанию. Как убить и разделать курицу голыми руками. Вот только зачем это делать такими садистскими методами? Ведь в любой деревне домашние птицы просто сворачивают шею одним движением. А вот еще один нужный навык. Обратите внимание на реакцию. Сколько у солдат радости и воодушевления. А этот тренинг и вовсе похож на ритуал из фильмов ужасов. 18-летние новобранцы пьют кровь. По словам специалистов, подобные упражнения способны привести к психическим изменениям. А попадая на поле боя с такой подготовкой, человек может превратиться в настоящего садиста. В незнакомой ситуации стандартные поведенческие нормы не работают. Личность и мораль отключаются. Может, именно это произошло с бойцами во вьетнамской деревне Сангми? Ведь тогда американцев встретили не солдаты и не партизаны, а беременные женщины, дети и старики. Зачем нужно было их убивать? Один из солдат будет давать показания о том, как он застрелил женщину, двухлетнего ребенка и так далее, и так далее. Превратились в совершенно озверевших от кровопролития людей. По заказу Пентагона, американские психиатры Свенг и Маршан провели исследование психики новобранцев, прошедших учебный центр. Оказалось, всего за два месяца около 98% личного состава просто сходят с ума. Их сломленная во время подготовки психика не выдерживает происходящего. Но 2% напротив сохраняют твердый рассудок. И это так называемые потенциальные маньяки. Именно таким, по мнению специалистов, был офицер роты Чарли Уильям Келли. Келли, он был несостоявшимся поваром и несостоявшимся человеком, который пытался, старался заработать на том, что он умыл машины. Не нашел себя в Америке, но нашел себя, убивая людей за пределами Америки. Позднее на военном трибунале Келли заявил, что в своих действиях не раскаивается. Однако это не помешало судьям сначала изменить пожизненное заключение на 20 лет тюрьмы, а через 3,5 года и вовсе помиловать садиста. К слову, в тюрьме Келли не провел ни дня. Все свое заточение он находился под домашним арестом. Даже за кражу курицы в США наказывают строже. Все остальные участники бойни и вовсе избежали судебного преследования. Но, по их словам, те 4 часа в Сангми навсегда изменили их жизнь. Я постоянно возвращаюсь туда. Я не могу спать. Даже сейчас вся моя жизнь – это те люди, которых мы там убили. Я каждый день пил. Я думал, алкоголь заставит их уйти из моей головы. Но что бы я ни делал, они всегда в моей голове. Американцы никоим образом не были заинтересованы в том, чтобы придать этому такой международный резонанс. Это был суд над нацизмом, это был суд над его военными преступлениями, над его идеологией, над его практикой. Такой международный военный трибунал неизбежно превратился бы в суд над теми методами, которыми американская армия ведет войну в Вьетнаме. Так неужели садизм и издевательство над детьми и беременными женщинами – это метод ведения войны по-американски? Эти цивилизованные американцы придут к нам в случае вооруженного конфликта, они себя будут вести согласно Женевским конвенциям, ничего подобного. Мы такие же для американцев, как вьетнамцы были для них 50 лет назад. Но все остальное – это не политика, это чистая психика и это чистый ад. Но по словам правозащитников, армия США и сегодня учит своих солдат, что мирное население – это всего лишь сопутствующие жертвы. И ради выполнения приказа американская пехота должна быть готова на все, даже на военные преступления. На севере Бразилии, в штате Пара, строители дамбы наткнулись на труп 10-метровой анаконды. Тело змеи-гиганта в диаметре 1 метр, а вес – 400 килограммов. Убрать останки рептилий со стройплощадки рабочие смогли только с помощью крана. Анаконду считают королевой змей. Это самый крупный представитель удавов. Эти рептилии безжалостны и ненасытны. По легенде, одна голодная змея может съесть целую деревню. Действительно ли это так? На что способна королева змей? И опасна ли она на самом деле? Ночные купания подростков в Бразилии закончились трагедией. Двух девочек утащила на дно гигантская анаконда. Остальные дети в панике успели выбежать из воды. Вот так выглядит королева змей в своей стихии – под водой. Шансов спастись у девочек просто не было. Анакондой называют королевой змей, потому что она самая крупная. Из всех змей, которые живут на нашей планете. Чаще всего такая змея обитает в районах рек, болот. Почему? Потому что они достаточно крупные, и им тяжело ползать по земле. Человек – не самое любимое блюдо анаконды. На самом деле эти рептилии предпочитают питаться крокодилами или крупным рогатым скотом. Они прячутся, как хищник в засаде. И когда жертва в достаточной близости будет у змеи, она набрасывается в нее, кусает и обвивается кольцами. Душит и после этого заглатывает. Смертоносный удар, мощные сокращающиеся мышцы, длинный раздвоенный язык для выслеживания добычи и острые, как бритва, зубы. В битве анаконде равных нет. Если она вцепляется в плоть, то никогда не отпускает. Укус анаконды не опасен, хотя многие считают, что она поражает жертву ядовитым дыханием. На самом деле от анаконды просто дурно пахнет. А кусает она для того, чтобы зацепить добычу. Как только это случилось, она распахивает верхнюю челюсть и натягивает пасть на жертву. Постепенно вся жертва заглатывается целиком. Поразительно! Пищеварительный сок анаконды настолько активен, что может растворить абсолютно всё. Спустя несколько дней после сытного обеда от жертвы не останется ничего. Все её кости будут переварены. Ещё одна уникальная особенность анаконды – её чешуя. На внутренней стороне эта змея имеет свой неповторимый рисунок. Сродни отпечатку пальца человека. Эксперты уверяют – такое встречается только у анаконды. За это сегодня во многих районах Южной Америки люди специально выслеживают анаконд и устраивают на них настоящую охоту. Местные жители убивают этих змей ради дорогущей кожи и нежнейшего мяса. Только за последнее десятилетие охотники истребили, представьте себе, около 30 тысяч особей. Звучит невероятно, но в 2009 году в одной из заброшенных угольных шахт Колумбии учёные обнаружили залежи гигантских ископаемых останков анаконды. Её назвали «Титанобоа» или просто «Королевская анаконда». Исследования показали – эта змея жила в Южной Америке примерно 60 миллионов лет назад. Её длина была более 13 метров, примерно как городской автобус, а вес – свыше тысячи килограммов. И силой этой анаконды, как уверяют эксперты, действительно хватило бы на то, чтобы доминировать над всеми остальными видами в её среде обитания. Далее в программе. Почему люди не летают? Исследователи утверждают, что левитировать может каждый. Где этому учат? И что говорят те, кто уже налетал несколько часов? До сих пор в тибетских монастырях высокогорных есть монахи, которые практикуют такие левитационные приёмы. Настоящая история тайной канцелярии Петра Первого. Почему учёные сравнивают её с Великой Инквизицией? Чем эта спецслужба занималась на самом деле? Всё, что было можно применить к человеку, и резали живьём, и жгли калёным железом, буквально жгли. Технология была, надо сказать, что действительно разработана. Там мёртвые заговорили. Новые факты в истории гибели Ан-124 «Руслан». Исследователи оспаривают официальную версию. Но что произошло в небе над Иркутском в действительности? И кому была выгодна эта трагедия? В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. Сотрудник медицинской службы Дэвид Рэпшир, выживший в авиакатастрофе, получит рекордную компенсацию. Американец пережил крушение вертолёта службы скорой помощи. Теперь компании-ответчики возместят Рэпширу 100 миллионов долларов. Это самая большая сумма компенсации, когда-либо выплаченная одному пострадавшему. В ходе недавнего исследования учёные выяснили, что в серьёзных катастрофах выживает только каждый сотый. Но кто эти люди? Что такое аномальное везение? И как этим счастливчикам удаётся обманывать смерть? Таких, как Джулиана Кёпке, называют счастливчиками. 24 декабря 1971 года она летела на авиалайнере из Лимы. Во время грозы в тюзеляж попала молния. Самолёт упал в джунгли с высоты 3200 метров. Джулиана стала единственной выжившей из 92-х человек, находившихся на борту. Я часто вспоминала тот день, и я помню, он начался со смешанных чувств. С одной стороны, я хотела попасть на этот рейс, потому что мы с мамой торопились к папе на эко-станцию в джунгли, чтобы вместе отметить Рождество. С другой стороны, я чувствовала беспокойство, поскольку у компании Ланса была плохая репутация после двух крушений. Это удивительно, но сама Джулиана получила лишь открытый перелом ключицы, ушиб правого глаза и порвала связку в колени. Я поражаюсь, как я смогла выжить после того, как упала с высоты 3 миль практически без повреждений. Думаю, моё падение отчасти замедлил очень сильный ветер. Я летела вниз как бы по спирали, а потом моё кресло упало туда, где было больше всего деревьев, и они спружинили. Местные жители нашли её без сознания на десятые сутки после катастрофы. К тому моменту вране уже завелись личинки. Ещё немного, и девушка могла умереть от гангрены. Повторить полёт по этому маршруту Джулиана решилась только через 30 лет. Я очень нервничаю, сидя на этом месте. Это не особо приятно. С того времени я утратила веру в пилотов и самолёты. Я прислушиваюсь к каждому шороху, особенно когда пролетаю над горами. Большинство выживших в авиакатастрофах навсегда отказываются от перелётов. По словам психологов, эти люди часто мучаются от чувства вины. Так было и с американцем Джорджем Лампсоном после его чудесного спасения в штате Невада. Это аэропорт, из которого мы вылетели 21 января 1985 года. Авиалайнер вылетел в Миннеаполис, но сразу после взлёта капитан заметил необычную вибрацию и решил вернуться на диагностику. При посадке самолёт врезался в землю. Погибли 70 человек. Я много думал над тем, почему спасся только я, а остальные погибли. Возможно, они были лучше меня и могли сделать что-то большее для этого мира. Я чувствую себя виноватым. Сесилии Крокер было всего 4, когда она с родителями села в самолёт в Детройте. При взлёте крыло зацепило осветительный столб. Лайнер загорелся и развалился на части прямо в воздухе. Приёмные родители девочки долго скрывали от неё правду. Узнав о гибели своей биологической семьи, Сесилия стала страдать от депрессии. Это невыносимо для меня знать, что все мои родные погибли. Я постоянно испытываю чувство вины. Почему я выжила, а мой брат нет? А вот хорват Франя Селок считает себя патологическим везунчиком. Он пережил 7 крупных катастроф. Сам Франя уверен, что его всегда спасала любовь. Так, во время одного из полётов, он захотел поболтать с понравившейся ему стюардессой. В этот момент самолёт задел вершину горы, и непристёгнутый борт проводницы и пассажир выпали из авиалайнера. В итоге Франя упал в сток сена, а стюардесса — на дерево. Мы потом даже встречались долгое время. Побывав в других катастрофах, Селок решил, что в тот раз он не только выжил, но и поделился частью своего везения со стюардессой. Однако социолог из США Джеймс Таунтон, напротив, считает невезучим самого Селока. Исследователь проанализировал более 50 крушений и выявил закономерность. Самолёты и поезда, заполненные пассажирами на 75% и больше, редко попадают в аварии. Стаунтон предполагает, что истинные везунчики просто никогда не покупают билеты на роковые рейсы. Там, где не подключается мозг к анализу, там, где отсутствует анализ, там, значит, работает интуиция, ну, или, скажем, какие ещё информационные силы подсознания. Но почему некоторые люди спасаются, а другие нет? По одной из гипотез, людей хранит так называемый ген удачи – RG4150. Он отвечает за склонность к оптимизму и адекватное восприятие стресса. Стюардесса Весна Вулович уверена, что именно благодаря вере в лучшие времена сумела выжить при падении с высоты 10 тысяч метров. Изменилась ли я после катастрофы? Да, я бросила курить и немного набрала вес. Но если серьёзно, то я осталась той же весной, которая была. Просто жизнь моя пошла в каком-то другом направлении. Фаталисты уверены – сумевших обмануть смерть обязательно настигнет кара. Якобы они погибнут в ближайшее время после катастрофы. Однако примеры выживших доказывают, что злой рок – это не более чем суеверие. По статистике, большинство тех, кому посчастливилось спастись в масштабных катастрофах, благополучно доживают до глубокой старости. Британский фотограф Гевин Бест утверждает, что запечатлел на фото парящего в воздухе человека. Художник уверен – мужчина на снимке не подпрыгнул, а именно взлетел. По расчётам Беста, учитывая угол съёмки и масштаб изображения, этот человек поднялся более чем на полтора метра над землёй. Но как такое возможно? Сегодня многие исследователи считают, левитация – это не миф. Неужели люди действительно могут летать? Где можно научиться этой сверхспособности? И как этот феномен объясняют учёные? Это видео посмотрели миллионы пользователей сети интернет. Во время путешествия по Непалу известный американский фокусник Дэн Уайт познакомился с буддийским монахом, умеющим летать. Но как ему удалось воспарить над землёй? Привет, я в Аризоне. Я хочу сказать большое спасибо всем скептикам, потому что именно вы вдохновляете меня. Этот мужчина называет себя Спешл Хэт – особая голова. Он прославился своим умением парить в воздухе. Сам волшебник утверждает, что развил такую способность исключительно благодаря йоге и медитации. Мы ищем Спешл Хэт. Его ждут на сцене. Пару лет назад Спешл Хэту даже удалось поразить судей на популярном американском шоу. Сначала зрители решили, что мужчина просто дурачится. Но когда он лёгким движением поднялся в воздух, зал замер от удивления. Но если левитации действительно можно научить, почему в наших школах не преподают это на уроках физкультуры? Недавно в США открылся йогический летательный клуб. Организаторы утверждают, с их помощью и при должном усилии взлететь сможет каждый. Основой практики являются медитация, чтение мантр и особые упражнения. Ученики заявляют, во время занятий им действительно удается поднять своё тело на несколько сантиметров. Но как у них это получается? Майкл Шермер всю жизнь изучает так называемые сверхъестественные явления. Исследователь уверен, полёты учеников летательного клуба всего лишь зрительная иллюзия. Нельзя нарушить закон физики и поднять в воздух камни, предметы и неважно, что ещё. Человек не может сделать это своими силами. Не бывает такого, чтобы человек сидел на полу и начал вдруг подниматься в воздухе. Это невозможно. Китайские специалисты из института в Сиане провели свой эксперимент. Они поместили головастиков между источником ультразвуковых волн и отражателем. Удивительно, но звуковое давление заставило земноводных взлететь. Чтобы получить силу, противодействующую гравитации, нужно создать противосилу. И как обычный человек может внутри себя так создать эту противосилу, наука, конечно, объяснить не может. До сих пор вот в тибетских монастырях высокогорных есть монахи, которые практикуют такие левитационные приёмы. Исследователи древних цивилизаций считают, что для наших предков левитация была обычным явлением. По словам экспертов, 5-6 тысяч лет назад способностью подниматься в воздух обладали многие. Самым известным летающим человеком в истории считается монах-францисканец Иосиф Купертинский. В исторических документах 17 века сохранилось более 100 упоминаний о необычной способности итальянца парить во время религиозного экстаза. В конце концов, ему даже запретили участвовать в общественных богослужениях, чтобы полёты не отвлекали верующих от молитвы. Иосиф Купертинский, потом Серафим Саровский, Никола Клопский ходили в такое состояние сознания, когда они действительно теряли свой вес и могли даже в одежде, в своих облачениях церковных, ризах, просто пролетать над головами верующих. И люди, естественно, видя в этом огромное чудо, считали этих подвижников святыми. В Ватикане в способностях Иосифа Купертинского никто не сомневается. В середине прошлого века святого даже сделали официальным покровителем космонавтики. Сегодня единого мнения о природе левитации нет. Одни исследователи считают, эту способность можно пробудить, находясь в трансе. Другие говорят, что достаточно яркого эмоционального выброса или безумия. Дорогая рука! Этот бездомный старик из Санта-Моники здешний городской сумасшедший. За годы жизни в окрестностях пляжа он уже превратился в местную знаменитость, когда становится совсем плохо с едой, мужчина устраивает представление. Так сказать, взлетает над обыденностью. Скептики утверждают, этот фокус можно встретить на улицах любого туристического города. Особая подставка с сидением с помощью палки крепится к земле. Со стороны кажется, что человек парит в воздухе. Однако исследователи отмечают, незаметно запрыгнуть на эту конструкцию на глазах у всех не выйдет. Да и после выступления сама собой она в обычную трость не превращается. Далее в программе. Настоящая история тайной канцелярии Петра Первого. Почему ученые сравнивают ее с Великой Инквизицией? Чем эта спецслужба занималась на самом деле? Все, что было можно применить к человеку, и резали живьем, и жгли каленым железом, буквально жгли. Технология была, надо сказать, что действительно разработана. Там мертвый заговорит. Новые факты в истории гибели Ан-124 «Руслан». Исследователи оспаривают официальную версию. Но что произошло в небе над Иркутском в действительности? И кому была выгодна эта трагедия? В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. В прошлом году активисты проекта «Декоммунизация» выступили с предложением вести годовой отсчет появления отечественных спецслужб не от образования ВЧК, а от даты основания одного из первых органов контрразведки в истории Российской империи – Тайной канцелярии. По словам историков, ВЧК и НКВД во многом повторяли принципы работы Петровской тайной канцелярии. Так что это за организация? Чем она занималась? Какие методы использовала? И какую роль загадочная спецслужба сыграла в истории России? Пытаемого поднимали на дыбе. Палач выворачивал руки из суставов и начинал бить кнутом по обнаженной спине. В час он наносил около 30 ударов. От каждого на теле появлялась рана глубиной до костей, как будто с человека ножом сдирали длинную полосу кожи. Так в Петровской России выглядели типичные допросы Тайной канцелярии. Все, что было можно применить к человеку, и резали живьем, и жгли каленым железом, буквально жгли, и выкалывали, и дыба само по себе. То есть это технология была, надо сказать, что действительно разработана. Там мертвые заговорили. В заседаниях тайного сыска Петр Первый нередко участвовал лично и всегда был недоволен мягкостью приговоров. Наказание побить кнутом и сослать на каторгу на вечные работы царь обычно дополнял приказом вырвать осужденному ноздри. Петр сам присутствовал при пытках. Не потому, что ему было присуще какое-то особое сладострастие маркиза де Сада, а потому, что он держал руку на пульсе. То есть, как опытный правитель, он понимал, что надо приходить и в том числе инспектировать с каким-то визитом, с рабочей такой инспекцией, свою тайную канцелярию. Но откуда в просвещенном монархе было столько жестокости? Дело в том, что Петр панически боялся заговоров, поскольку еще в детстве видел последствия стрелецкого бунта. Предательство сына стало последней каплей. Для возвращения беглеца из Австрии в Россию царь и создал тайную канцелярию. Он просто злоупотребил доверием своего отца и обратил свою волю против государя. И государь не мог его это простить. Так же, как Иван Грозный, который убил своего сына, вышившего из его подчинения, таким образом Петр восстановил вот этот принцип незыблемости власти. Миссия по усмирению заговорщиков была успешно выполнена. Царевича Алексея приговорили к смерти как изменника, а тайная канцелярия превратилась в полноценную службу, которая стала отвечать за безопасность государственной власти. Это организация, которая была такая серьезная. Это, по сути, это такой прообраз ФСБ. Просто сейчас пытки заменили другим, заменили медициной. Делается укол, и человек рассказывает все без пыток. А раньше такого не было. Под юрисдикцию Петровской спецслужбы попадали даже те, кто просто отказывался выпить за здоровье государя. Именно тайная канцелярия ввела в практику самые изощренные пытки, которые по жестокости могли соперничать разве что с европейской инквизицией. Обливание холодной водой – это особо мучительная процедура. Использование других сжимали, например, голову в тисках. Мы все время так возмущаемся тем, что инквизица использовала такие болевые инструментарии. Но они были не только в Европе. Россия тоже использовала передовые технологии на тот момент. В особо важных делах процесс дознания по делу потенциального государственного изменника начинали с его жены или детей. Именно тайная канцелярия выстроила систему доносов, которые спустя два века воспользовались в НКВД. Условия России, ну, конечно же, способствовали проявлению самых низменных черт в человеке. Экстремальные условия. Условия несправедливые, условия выживания. Доносительство, да, конечно, массовое явление приобрело. Потому что хочешь занять должность – донеси. Хочешь убрать конкурента – донеси. Понравилась красивая жена соседа – донеси. Процесс, который привел к настоящей лавине доносов, запустил сам Петр. Он лично вручил одному из ябедников 300 рублей. Огромную по тем временам сумму. Это годовая зарплата чиновника самого высшего ранга. Дошло до того, что люди стали доносить на самих себя. Известен случай солдата Василия Трескина, который пришел в тайную канцелярию и обвинил себя в крамольных мыслях. В итоге власти пришлось признать полную неэффективность службы. Петр Третий распустил тайную канцелярию с формулировкой «из-за неисправленных в народе нравов». Этот шаг считают одной из самых важных заслуг его недолгого царствования. Исследователи выдвинули новую версию гибели самолета Ан-124 «Руслан» в Иркутске. В результате аварии погибли 72 человека. По официальной версии, причиной катастрофы стало некачественное топливо, повлекшее отказ трех из четырех двигателей. Но почему современные специалисты не верят в версию о технических неполадках? Что же на самом деле произошло в небе над Иркутском? И кому была выгодна эта трагедия? Более десяти лет отечественные эксперты изучали подробности авиакатастрофы Ан-124 «Руслан» в Иркутске. В это сложно поверить, но современные специалисты предполагают – крушение самолета – диверсия. 6 декабря 1997 года. Суббота. Транспортный самолет Ан-124 «Руслан» выполнял рейс по маршруту Москва-Иркутск-Владивосток-Камрань. Через три секунды после взлета самолет общей массой 350 тонн спикировал прямо на четырехэтажный дом, находящийся в нескольких сотнях метров от аэропорта. Прогремел взрыв. Обломки задели соседнее здание детского дома. Две воспитанницы его погибли, находясь в это время в душе. Вообще всего в катастрофе погибло 72 человека, включая те, кто находился на борту. Среди них 14 детей, более 79 семей остались без крова над головой. На борту Ан-124 были два новых истребителя Су-27 общей массой 40 тонн. Их ждали во Вьетнаме. Он был не перегружен, нормально подготовлен. Единственное, что надо обратить внимание, что самолет уже делал такой рейс и вернулся как раз из, будем говорить, южных широт. Из Вьетнама он прилетел накануне. Запись переговоров экипажа не сохранилась. Бортовые самописцы оказались в эпицентре пожара. Завод-производитель версию о неисправности двигателей категорически отверг. Комиссия по расследованию катастрофы посчитала, что авария произошла из-за некачественного топлива. Якобы при температуре минус 22 вода в баках самолета замерзла, а образовавшийся лед перекрыл топливные фильтры. Поток используемого топлива в трубопроводах был повышен. Почему? Потому что и потребность была максимальной по возможности. И вот в этом случае не исключено, что кристаллы начали забивать фильтрующие элементы и каким-то образом понижать давление и возможности поступления этого топлива на расчетном максимальном режиме. Еще одной причиной посчитали перегрузку самолета. Однако специалисты отмечают, за 30 лет эксплуатации транспортные самолеты Ан-124 зарекомендовали себя как надежные и неприхотливые машины. Руслан считается самым грузоподъемным самолетом в мире. Самолет, который начинал с строительства в середине 70-х годов и до сих пор эксплуатируется и является одним из больших самолетов транспортных даже в 21 веке. Уже что само говорит за себя? То есть самолет, в общем-то, с большим энергетическим, большим потенциалом техническим и технологическим. Современные эксперты считают, что причиной катастрофы стал сбой электроники самолета. Но что могло вывести авиалайнер из строя? Помехи от радиотелефона, шумовой сигнал или спланированная радиоатака? Кому было выгодно сбивать российский самолет, на борту которого находились два боевых истребителя, купленных Вьетнамом? Некоторые политологи США говорят, что им не выгодно, чтобы между Вьетнамом и Москвой были нормальные отношения торговые. У нас действительно в 90-е годы наша страна, между нашими странами, между Москвой и Вьетнамом, мы переживаем определенную стагнацию в отношениях. По мнению политологов, США было невыгодно, чтобы между Россией и Вьетнамом наладились военно-торговые отношения. Американцы опасались, что Россия восстановит свой авторитет в азиатском регионе и не хотели делить с ней рынок вооружения. После падения самолета между Россией и Вьетнамом отношения действительно расстроились и начали развиваться только в 2001 году. А в 2001 году была подписана декларация о стратегическом партнерстве, после чего начали развиваться отношения между Россией и Вьетнамом. Сегодня у специалистов нет прямых доказательств причастности американских спецслужб к катастрофе. Однако именно после иркутской трагедии торговые отношения между Америкой и Вьетнамом резко набрали обороты. Двусторонняя торговля выросла с 451 миллиона долларов США в 1995 году до почти 35 миллиардов долларов США в 2014. Королева детектива Агата Кристи утверждала, что докопаться до правды никогда не поздно. Давайте искать ее вместе. С вами был Олег Шишкин. Вы смотрели программу «Загадки человечества». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok